Рада тоже видеть вас и рада видеть всех своих коллег. Татьяна Викторовна уже упомянула курс, который начнётся 15 марта. И в моём курсе, я считаю, очень важно развивать нашу с вами насмотренность. Что это такое, мы поговорим сегодня подробнее. Поделаем практические упражнения. И насмотренность – это то, что как раз научит нас различать удачные и неудачные решения в дизайне слайда. Над темой разработки практических упражнений я работаю уже несколько лет. И вот только сейчас решила показать какие-то свои разработки. Часть материала мы поговорим о нём сегодня, говоря именно о дизайне слайдов. А часть материалов затронем 10 марта, когда состоится следующий вебинар на тему того, как учить уже других делать удачные и хорошие презентации. Ну а сейчас, для того, чтобы мы с вами немного размялись и начали наше с вами общение, посмотрите, пожалуйста, на вот этот вот слайд. Как вы считаете, какой из предложенных примеров является более удачным? Тот, который расположен слева или справа? И почему? Справа. Справа лаконичнее. Слева. Почему слева? Вообще, когда мы сравниваем какие-то слайды между собой, мы это делаем очень субъективно. И нам тяжело объяснить другому человеку, почему один слайд нам нравится больше, а другой нравится меньше. Нагляднее, интереснее, контрастнее, читабельнее. То есть, есть какое-то наше внутреннее понимание, которое мы должны научиться доносить до других людей. Хорошо. Так, а вот такой вариант. Справа текст не теряется на фоне, привлекательнее, лаконично. А вот такой вариант. Если там была просто картинка и заголовок, то здесь уже полноценный слайд с заголовком, иллюстрацией, текстом. Сами по себе они, опять же, очень похожи. У них одинаковый макет. Так, одну треть занимает иллюстрация, две трети занимает текст. Чем они отличаются? Какое из них кажется вам лучше? Так, слева, справа. Тоже слева. Посмотрите, сейчас уже мнения разделились, да? Чем меньше информации на слайде, чем меньше элементов, тем проще сказать нам, какой нам нравится и почему. Тем больше, чем больше, тем сложнее. Так, слева, справа, меньше лишней информации. Опять же, есть какие-то вещи, на которые мы можем обратить внимание. Лишняя информация – это брендирование, и мы не всегда можем от него избавиться. Так, непонятно, почему на правом слайде именно кошка. Отлично. Кому-то оба слайда кажутся одинаковыми. Ну и, наконец, последний пример. Два слайда из очень таких хороших, грамотно составленных презентаций. Какое вам нравится больше и почему? Котика все любят? Да, наверное, именно поэтому там и кошка. Так, оба слева. Хорошая композиция. Да, оба слайда сами по себе очень хороши. И вот, опять же, да, мы часто опираемся на субъективное ощущение. Я люблю кошек, я люблю собачек, я люблю зеленый цвет. И поэтому тот или иной слайд кажется нам более привлекательным. Вне контекста лучше левых. Хорошее замечание. И вот ответить на этот вопрос объективно как раз поможет насмотренность. Да, справа, потому что собачка некачественно вырезана. Отлично. Насмотренность – это ваш визуальный опыт. То есть, когда вы изучаете большое количество разных примеров, большое количество разных вариантов, постепенно у вас сформируется некое понятие нормы. На низких уровнях насмотренности норма может быть на уровне черный шрифт, белый фон, не использовать, например, каких-то лишних элементов, да, не относящихся к смыслу. На более высоких уровнях насмотренности вы можете уже оценивать композицию, сетку, использованную дизайнером, качество вот, обтравки отдельного изображения и так далее. Поэтому насмотренность нельзя приобрести раз и навсегда. Это то, над чем мы постоянно работаем и постоянно повышаем свой уровень насмотренности, свой уровень визуального опыта. Спасибо всем, кто написал свои комментарии про слайды. У нас будет еще несколько таких интересных примеров дальнейше. И вот сегодня для того, чтобы разобраться с насмотренностью, для того, чтобы научиться аргументированно объяснять, почему какой-то слайд удачный, а какой-то слайд в плане дизайна неудачный, я предлагаю вам оценить каждое изображение по трем критериям. Три вопроса. И начнем с вопроса, понятен ли слайд с первого взгляда. Что я под этим подразумеваю? В первую очередь то, что мы оцениваем любую презентацию с какой-то определенной дистанции. И еще до того, как начинаем читать отдельные тексты, изучать изображения, мы уже из расположения каких-то отдельных элементов можем сразу составить впечатление. И слайд может быть очень и очень визуально непонятным, запутанным. Я уже показывала эти примеры в одном из предыдущих вебинаров, как раз посвященный теме макетов слайдов. То есть вот здесь очень много каких-то блоков, элементов, которые расположены довольно хаотично. Или наоборот, может очень быть лаконично, строго, аккуратно, выстроен. И еще даже не вчитываясь в текст, мы можем понять, какая информация расположена, о чем этот слайд говорит. Однозначно мы видим, где расположен заголовок, он находится на привычном месте. Можем предположить, что слева находится, скорее всего, текст, потому что, судя по всему, под ним есть какая-то подпись. Справа тоже может быть текст, может быть какая-то картинка. То есть вот сами по себе блоки, еще не содержа внутри себя контента, сразу рассказывают нам о том, чему именно посвящен слайд. И чему именно посвящен слайд мы будем описывать через глаголы. Этот слайд нужен для того, чтобы слушать спикера. Этот слайд для того, чтобы задавать вопросы. Здесь для того, чтобы собрать контактные данные. Здесь для того, чтобы рассмотреть внимательнее какую-то схему, какой-то алгоритм. То есть любой слайд мы можем описать через глагол действия, чего именно мы в данный момент ожидаем от нашей аудитории. И сейчас давайте попробуем подобрать глагол действия вот к этому слайду. Напишите, пожалуйста, в чат, какое действие ждут от аудитории. Слушать. Так. Совершенно верно. Такого рода слайды нужны как раз для того, чтобы полностью сосредоточиться на выступающем, на спикере. Это может быть вариант слушать, действительно вариант задавать вопросы. То есть в любом случае все внимание идет спикеру. А вот этот вот слайд, какой глагол действия он предполагает? Угу. Читать. Да. Именно читать с экрана. Это даже не чтение во время выступления, это именно индивидуальное чтение, когда идет не выступление перед аудиторией, а человек самостоятельно изучает презентацию. То есть самостоятельно читать. А теперь попробуем перевернуть ситуацию наоборот. Мы смотрели на слайд и называли глагол. А теперь я покажу действия, которые жду от пользователя. А вы скажете, какой слайд под это подойдет. Если я хочу, чтобы моя аудитория сравнила несколько объектов, что должно находиться на слайде. График, два блока, диаграмма, рисунок, несколько объектов, изображение, фото, таблица. Когда мы сравниваем несколько объектов между собой, то мы используем, скорее всего, форму таблицы. Внутри диаграммы, когда мы что-то сравниваем, это не такое сравнение, это сравнение по одному-двум параметрам. Таблица позволяет нам сравнить по большему количеству параметров. И если я в ответ на глагол «сравнить», сравнить именно несколько объектов, предоставлю такой слайд, то я думаю, что вы легко скажете, что этот слайд неудачный. Почему? Потому что сравнению уделяется слишком мало внимания. Сравнение здесь не основное. Акцент сделан на вывод, на правила, на иллюстрацию, а таблица идет второстепенным элементом. Поэтому этот слайд имеет неудачное дизайнерское решение. Он не дает возможности пользоваться самостоятельно, что-то сравнить. А ведь тут очень важно еще эту работу проделать самостоятельно. Наша аудитория должна сама сделать вывод для того, чтобы он лучше всего запомнился. А здесь вывод сделан автором презентации за нас. А вот такой вот слайд, наоборот, с таблицей, он как раз показывает нам несколько объектов, сравнивает их по нескольким параметрам. Здесь три параметра, может быть, четыре, пять, шесть, столько, сколько нужно. И дает возможность именно аудитории сделать вывод о том, что изображено, о том, что сравнивается. Почему вот на этом слайде я не могу использовать глагол сравнить? То есть вроде бы тоже несколько похоже на то, что я показывала до этого, но здесь не идет сравнение объектов. Это вариант как раз карточки. Мы перечисляем что-то, показываем. Да, совершенно разные параметры, несравнимые объекты. Это именно вариант с карточками, когда нам нужно перечислить преимущества, показать состав чего-то. То есть в этом случае мы используем другой глагол. И для глагола сравнить лучше всего, конечно, использовать вариант с таблицей и внутри этой таблицы подсвечивать какие-то значения, к чему-то конкретно привлекать внимание. То есть в данном случае для глагола сравнить таблица – один из наиболее удачных вариантов дизайна слайда. Теперь следующий глагол. И глагол будет выделить. Мы будем выделять главное в тексте. Что должно располагаться на слайде? Непосредственно сам текст, цвет, так, как один из хороших вариантов выделения. Шрифт. Отлично. Вот такой вот вариант. Есть какой-то текст, и в нем несколько слов выделены другим контрастным цветом. Мысли, ключевые слова, картинка, цвет и текст. И в первую очередь у нас есть текст, и в нем мы что-то выделяем, используем некоторые какие-то визуальные способы. Да, например, жирный или курсив. Вот тоже два примера. В каком из них, слева или справа, идет именно выделение главного в тексте? Я думаю, вы легко ответите, что именно выделение главного идет справа, да, потому что на такой объем, на шесть слов одно из них выделено. То, что слева, больше похоже на заголовок, на подзаголовок какого-то раздела. Да, смотрится, не смотрится, это уже, опять же, у нас чисто на наш вкус, это чисто субъективное мнение. Но когда мы точно можем сказать, что справа выделяет что-то в тексте, а слева просто показывает заголовок, тогда мы уже можем объективно аргументировать, почему один слайд удачный, а другой, почему не очень удачный. Вот такой вариант, да. В данном случае мы сразу даже можем сказать, что дизайн слайда неудачный. Почему? Потому что на слайде внутри одного текста выделено слишком много разной информации. Есть заголовок, который написан контрастным цветом и более крупным шрифтом. Есть подзаголовок, который написан тоже более крупным шрифтом и контрастным цветом. Есть некоторая информация, которая обведена еще и в красный прямоугольник. То есть выделено слишком много разнородной информации, И поэтому мы можем сразу уже аргументированно сказать, почему дизайн слайда неудачный. Потому что выделено слишком много текста слишком разными способами. И наоборот, хороший вариант, когда опять же выделено не один какой-то кусочек информации, а много кусочков информации, но она вся однотипна. То есть выделены только числовые значения. Мне не очень нравится слово «одному». Мне кажется, что тоже, может быть, было бы лучше заменить его цифрой, а не написать словом. Но в общем и цену здесь выделено жирным шрифтом один и тот же тип информации. Выделены только цифры, опять же, для того, чтобы наша аудитория могла самостоятельно сделать вывод на их основе. Пожалуйста, не забывайте, что не нужно лишать аудиторию возможности делать выводы самостоятельно. Где-то подсказать что-то, где-то написать что-то прямо на слайдах. Это хороший вариант, но по возможности пусть выводы люди делают сами. И еще один тоже часто использующийся глагол в наших презентациях – это «обратить». Обратить внимание. У нас есть какой-то объект, это может быть текст, это может быть иллюстрация, и мы хотим привлечь внимание к некоторым его особенностям. Что должно располагаться на таком слайде, по вашему мнению? Стрелки, текст, еще, может быть, какие-то идеи рамки. Так, хороший вариант. Выделение, значки, инфографика, рисунок. Прекрасно. Почти все вы перечислили, что пришло мне в голову. Вот вариант со стрелками, да, когда есть склешот с сайта и просто подчеркнуто, подписано, стрелками выделено то, на что спикер хочет обратить наше с вами внимание. То есть большой объект и несколько мелких объектов. Вот такой вариант. Я не считаю, конечно, этот слайд удачным, он слишком сам по себе плох. Плох, но чем он плох? Если наша задача обратить внимание на самое главное, то мы можем сказать, что автор этого слайда использовал слишком много разных способов для того, чтобы обратить внимание. Есть выноски на зеленом фоне, есть подписи на оранжевом фоне, есть подписи на изумрудном фоне. Да, опять же, я могу аргументировать слайд неудачный, потому что использовано слишком много разных способов выделить детали. И они использованы так, что самого объекта за ними практически не видно. Загруженный, многоцветный, перегружен. Да, я с вами совершенно согласна. И вот похожий, да, похожий способ. Тоже есть скриншот с сайта и стрелками показаны какие-то объекты. Тоже выглядит довольно перегруженным, но в этом случае я могу сказать, что удачно то, что автор в этом дизайне решил использовать один тип привлечения нашего внимания. Только синие стрелки с белым текстом. Да, он тоже не самый удачный вариант. И довольно сложно найти хорошие примеры вот именно под этот случай. Но тем не менее я могу сказать, да, неудачно в этом дизайне, что слайд перегружен. Удачно то, что выбрали одинаковые способы привлечения внимания. Видите, что от субъективного ощущения неудачный, перегруженный, слишком много информации. Мы переходим уже вот к каким-то четким аргументам. Что именно плохо, что именно хорошо. А если мы можем сказать, что именно плохо, то мы сможем сказать и как это можно исправить. Вот вопрос, который я задавала в самом начале. Понятен ли слайд с первого взгляда? Он понятен, если мы видим четкую структуру, как расположены отдельные блоки элементов с информацией, и мы можем назвать действия, которые должен совершить пользователь. Например, глядя на вот эти вот слайды, мы что можем сказать? Может быть, изучить, может быть, посмотреть. Здесь сложно подобрать какой-то глагол, поэтому нет. Этот слайд по своей структуре не очень понятен. Пока мы разбирали эту тему, написали в чат вопрос. Какие требования предъявляются к слайдам официально-делового или академическо-научной презентации, в отличие от учебной или неофициальной? Должны ли слайды официальных презентаций быть максимально строгими в оформлении? Во-первых, в этом случае у каждого учреждения или у каждой конференции есть собственные требования, либо даже сразу разработанный шаблон, в рамках которого нужно делать свою презентацию. То есть там, как правило, это перечислено. Я видела подобные документы, например, в ИТМО, и там есть логотип, который должен размещаться на каждом слайде, есть примеры слайда, есть примеры использования фоновой подложки и основные цвета. То есть в любом случае есть такой гайдлайн, френдбук, где показано, какие есть требования к визуальному оформлению слайда, и даже бывает так, что указаны требования к содержанию слайда. Какой должен быть заголовок, должны быть какие-то бейджи, нужно ли использовать какие-то сами по себе колонн-титулы. То есть во многом это зависит от учебного учреждения. Во-вторых, если речь идет о том, что таких строгих требований нет, и вы делаете для себя, то в любом случае нужно опираться на аудиторию. Традиционно считается, что да, официально деловые презентации должны быть более сдержанными, более скупыми, но на самом деле это не так. Опираться нужно на аудиторию. Если вашей аудитории нужно ее, знаете, разбудить, растормошить, вовлечь во взаимодействие, то почему бы и не использовать действительно яркие цвета, какие-то выразительные иллюстрации. Если задача человека, который делает доклад, скажем так, немножко притормозить аудиторию, немножко ее усыпить, может быть, для того, чтобы сгладить какие-то острые моменты, где-то замаскировать свои ошибки в расчетах, то, скорее всего, да, нужно использовать монотонное, одинаковое оформление слайдов. То есть в первую очередь обращаем внимание на конкретно аудиторию. И именно поэтому, да, в курсе мы посвящаем целое отдельное занятие, полуторчасовой вебинар и практическое задание для изучения аудитории и понимания того, какие именно слайды произведут им нужное вам впечатление. Что ж, следующий вопрос, который мы можем задать для того, чтобы проанализировать слайд и понять, удачно или неудачно он оформлен, это то, насколько слайд информативен. То есть доносит ли он какую-то полезную информацию, а, кстати, он может доносить и какую-то определенную эмоцию, содержать, например, картинку, но не текст. Но самое главное – это именно понимание того, насколько слайд в данном случае помогает понять то, что собирается донести лектор. И здесь можно обратить внимание на вот такие моменты, как заголовок. Формальный он или смысловой, дает ли заголовок какую-то полезную информацию или только обозначает тему, содержание самого слайда. Соблюдается ли иерархия контента, то есть понятно ли, что читать в первую очередь, что читать во вторую очередь. И, наконец, паттерн внимания, да, как именно автор слайда предполагает, что читатель будет его изучать. И вот здесь я сделаю, опять же, небольшое отступление и напомню, что изучение информации сейчас происходит на двух уровнях. Если мы раньше могли говорить о том, что аудитория читает и использует паттерны именно чтения, то сейчас вот именно под напором интернет-сайтов, интерфейсов UX-дизайна у нас появилось две модели изучения информации, которые друг друга поддерживают и дополняют. Это сканирование. Наше первое знакомство, когда взгляд просто скользит по тексту, по буквам, еще не особо вникая в смысл, просто выхватывая какие-то отдельные моменты. И затем уже идет чтение. Если сканирование произошло неудачно, то перехода к чтению, скорее всего, не будет. Поэтому, когда говоря об информативности слайда, мы говорим и о том, что он должен быть удобным и понятным как для сканирования, так и для чтения. Итак, первый момент – это заголовок. Вот я уже упоминала про презентации ИТМО, про их требования к презентации. И у них в требованиях, например, указано, что при защите работ на слайде должна быть указана вот такая вот тема, как актуальность работы. Но актуальность – это не смысловой заголовок. Он ничего не говорит нам, не дает нам никакой новой информации. Поэтому при редизайне слайда можно актуальность вывести в колонн титулы. То есть мы формально сохраняем требования, делаем вот это вот обозначение, для чего нужен этот слайд. А сам заголовок делаем смысловым. О чем эта работа, для чего мы ее делаем. Какую проблему в данном случае автор работы рассматривает. То есть вот таким вот образом, переформулируя заголовки, мы делаем слайд намного более информативным. Опять же, да, обратите внимание, вот когда мы в этом слайде смотрим, как идут ваши глаза, на что первое вы обратили внимание, что вы просканировали, что вы прочитали, перешли ли вообще вы к чтению слов оптимизации информационного поиска, или даже просто не обратили внимания на то, что на слайде они есть. Да, да, рисунок. Диаграмма, которая сама по себе не несет смысла, отвлекает внимание, особенно учитывая, что еще есть над ней логотип университета, они прямо просто сливаются в один иллюстративный блок и сразу притаскивают на себя ваши глаза. Актуальность, а потом совершенно верно идет акцент на рисунок. И в этой ситуации, да, логотип стал намного меньше, он не оттягивает на себя внимание, от картинки полностью избавились, а заголовок выделен контрастным цветом. То есть сейчас, да, в первую очередь внимание падает именно на него. А поскольку в нем есть смысл, поскольку в нем есть какое-то связанное, осмысленное предложение, значит, он дает больше информации. Так, дальше. Следующее, я говорила, иерархия контента, да. Должно быть понимание того, где, какая информация располагается и как она расположена. Вот в слайде 4 блока информации. Я не стала вымерять конкретно размер каждого шрифта, чисто визуально. 4 может быть какой-то там на 1-2 пункта больше или меньше. Есть заголовок верхнего уровня. Есть акцент, который перетягивает эту форму. Она перетягивает на себя внимание больше, чем заголовок. Есть основной текст, есть примечания. И все вот эти вот различные по иерархии смысловые блоки расположены на слайде хаотично. Тогда как при правиле сохраненной иерархии они выстраиваются по определенной логике. Из заголовки верхнего уровня, то есть то, что более крупно, более заметно, располагается, как правило, выше. Самый маленький шрифт, самый маленький размер для колонн-титула, для абсолютно второстепенной информации, которая, в принципе, не обязательна для прочтения. Я говорила, опять же, когда мы рассуждали про типографику, в презентации, один из предыдущих вебинаров, запись которого вы можете посмотреть на Ютубе, о том, как важно соблюдать иерархию текста. И именно такая иерархия текста позволяет в дисгоденировании понять, откуда и что человеку нужно читать. И, наконец, сами паттерны чтения. Вот то, что вы сейчас видите на экране. Это F-паттерн, который предполагает, что мы начинаем читать с начала каждого абсата, и наши глаза идут по строчке до тех пор, пока у нас хватает внимания. Под влиянием интернета, под влиянием развития веб-сайтов F-паттерн начинает затрагивать все меньше и меньше символов в одной строке и вообще, собственно, строк на слайде. F-паттерн становится не самым удобным вариантом для применения. Вот этот вариант на слайде – это зигзагообразный паттерн. Раньше он, в основном, использовался для изучения иллюстраций. Сейчас он прекрасно подходит и для сканирования текста. Во-первых, за счет того, что блоки с текстом становятся меньше, они нет в его читателя. Во-вторых, при сканировании намного легче перейти к чтению. Каждый вот этот маленький блок текста может расцениваться как новая информация, как новый кусочек для прочтения и поэтому воспринимать лучше. С другой стороны, Z-паттерн очень нерационально использует место на слайде. И хоть я говорю о том, что слайд не должен быть загроможденным, не должен быть перегруженным информацией, но Z-паттерн на самом деле на слайде располагается не самым лучшим образом. Он хорош, когда вы скроллите сайты, когда прокручиваете их, но поскольку мы слайды перелистываем, то Z-паттерн не самый лучший выбор. Более удачным я считаю вариант вот такого слоистого паттерна. Для него нужно разбивать текст на абзацы и между абзацами должны быть пустые строчки и желательно для каждого абзаца делать небольшой подзаголовок или по крайней мере как-то более ярко выделять первое предложение или первые несколько слов, как раз для того, чтобы глаз мог визуально опереться. При вот таком вот слоистом паттерне мы сначала сканируем под заголовком наш слайд, а потом переходим к чтению. То есть вот такой вариант, я думаю, для слайдов подходит наилучшим образом. И посмотрев на слайд, вы должны сразу понимать вот этот вот паттерн. Есть он или автор просто таким образом хаотично расположил информацию. Итак, для того, чтобы ответить на вопрос, насколько слайд информативен, заголовок теряется, потому что я его отнесла в бокс для того, чтобы он не мешал тексту. Заголовок в этом случае, да, он не самочитаемый. Его, конечно, можно поставить наверх. Это просто был один из возможных примеров. Итак, чтобы ответить на вопрос, насколько слайд информативен, нужно оценить, насколько быстро аудитория может просканировать элементы и прочитать текст. То есть всегда оцениваем и сканирование, и чтение. Чем быстрее будет переход от сканирования к чтению, тем слайд удачнее. Если перехода к чтению вообще нет, то слайд, конечно, с точки зрения информативности, увы, абсолютно провалился. Ну, опять же, пример. Посмотрите на слайд и оцените его с точки зрения информативности. То есть я прошу не написать в чат удачный, он неудачный, а написать как раз вот с точки зрения заголовка, что вы можете сказать про заголовок, что вы можете сказать про эракцию текста и что вы можете сказать про паттерн чтения. Прямо вот по этому плану, который я вам показывала на слайде. Так, он хорош, информативен, потому что читается легко и быстро. Так. Смотрите, здесь как раз использован вот этот вот слайстый паттерн. Да, он выглядит по-другому. Здесь заголовок находится сверху. Текст разбит на три блока. Начало блока выделено. Дополнительная информация отнесена немножко отдельно. Да, есть какие-то акценты. Да, и согласно кто решение вопроса, наверное, лишнее выбирается. Посмотрите, я считаю, что в этом слайде неудачный заголовок, потому что он не смысловой, называемый, да, в нем мало смысла, нет законченного предложения. В этом слайде использован удачный паттерн чтения и четко видна иерархия отдельных информационных блоков. Да, неудачно выделены отдельные слова. Вот таким вот образом мы можем аргументированно сказать и сразу сможем понять, как этот слайд можно изменить. Нужно поменять заголовок, да, сделать его более развернутым и убрать вот это вот выделение прописными буквами для того, чтобы он смотрелся лучше. Опять же, понимая, что на слайде удачно, что неудачно, мы понимаем, как изменить отдельный слайд или всю презентацию. Велика разница в размере шрифтов. Ну, не самый такой катастрофический случай. Мне кажется, вполне приятный. Для чтения на экране он подходит точно. Так. У бизнес-тренеров практически никогда не встречаются удачные презентации. Можно другим цветом выделить слова. Знаете, тут вопрос, ведь универсальный солдат, да, человек, который харизматичный, обаятельный, умеет привлекать на себя внимание, он и работает по-другому, он больше соридачивает аудиторию на себе, больше держит их взгляды, больше интерактива с ними проводит. Для него презентация это может быть такой вспомогательный элемент, он, может быть, бы и не делал вовсе, но вроде как принято. Если бы в связке с ним работал хороший дизайнер, то, возможно, они свою эффективность вместе могли бы улучшить. С другой стороны, человек, который прекрасно делает презентацию, понимает, как расположить информацию, как сделать ее информативно, не всегда хороший оратор. Так, курсив цепляет глаз, лучше прямой шрифт. Да, и вот это как раз вот те нюансы, которым вы перешли, цвет шрифт, это вопрос, следующий, третий вопрос. Мы до него доберемся буквально через пару слайдов. И еще один пример, который я хочу показать. И опять же, точно так же. Давайте оценим с точки зрения заголовка, иерархии и паттерна чтения. Тяжело считается, нет заголовка, сумбурно, ужас, плохо, переносы убрать. Так, давайте больше к аргументации. Слишком плотный шрифт, много текста глаз, все сливается, нет выделения абзацев. Итак, нет заголовка, текст сливается между собой, видны правильно, абсолютно верно заметили, что читаем только конец предложений, тогда как для того, чтобы завлечь человека в чтение, должно наоборот читаться начало предложений. Абсолютно верно. Так, нельзя сканировать, да, потому что в таком массиве очень сложно выхватить какие-то отдельные слова. Совершенно верно. Хотя презентация сама по себе очень удачна, но вот этот конкретный слайд внутри нее, это, конечно, ужас, ужас. Ну и последнее упражнение. Давайте точно так же оценим иерархия, смысловой заголовок и паттерн чтения. Темный фон это хорошо или плохо? Фон не относится ни к заголовку, ни к иерархии, ни к паттерну чтения. Уместен он или неуместен, это совсем другой вопрос. А сейчас оцениваем именно по тем трем пунктам, которые я сказала. Как я говорила, мы оцениваем сначала слайд с какого-то расстояния не вчитывать его, по его структуре, насколько он понятен. Потом мы начинаем вчитываться и говорим, насколько он информативен. Мне нравится заголовок по этим трем пунктам более-менее информативный заголовок. В общем, понятный, информативный. Читаем. Сканирование окей. Да. То есть с точки зрения цвета, фона, с точки зрения вот этого всего мы рассмотрим слайды в следующем разделе. А сейчас вот именно с точки зрения информативности да. Сам по себе слайд, конечно, информативнее, чем то, что я показывала до этого. Заголовок смысловой, есть изображение, понятно, как читать. Я бы тоже согласилась, что легенду перенесла бы пониже, но это уже совершенно другой вопрос. в общем и целом мы можем сказать, что он информативный и можем объяснить, почему. И раз уже так постоянно намекаете мне на шрифты, на цвета, давайте перейдем к третьему вопросу. И третий вопрос будет звучать так. Является ли слайд привлекательным? И действительно в этом разделе мы будем уже смотреть подробнее. то есть смотрите, мы к каждому слайду, а лучше ко всей презентации целиком, мы подходим потихоньку увеличиваем масштаб. Сначала по идее мы вообще смотрим на всю презентацию целиком, на чередование слайдов информативных, на чередование слайдов информационных. Затем мы берем отдельный слайд и не вчитываясь оцениваем его структуру. Читаем, оцениваем информативность и затем уже начинаем изучать какие цвета, а какой шрифт, как представлен контраст между отдельными элементами. И почему вот эту привлекательность слайда я прошу изучать в последнюю очередь, почему я прошу с ней не торопиться. Потому что как раз вот с этой точки зрения оценить слайд сложнее всего. Дизайн он довольно сам по себе вот личен. что-то понравится одному человеку, но не понравится другому человеку. Мы можем сказать, что да, эти цвета контрасты. Мы можем сказать, что да, шрифт с засечками хуже подходит для экранов. Но в общем и целом с точки зрения привлекательности довольно сложно объяснить другому человеку, что вы считаете удачным, а что вы считаете неудачным. То есть вот тот слайд, который вы видите на экране, контрастные цвета, подходящий шрифт. Сам по себе он в принципе довольно хороший. Кому-то он понравится, кому-то не понравится. И в этом случае мы должны оценивать слайд не с точки зрения мне нравится цвет или мне не нравится шрифт, а с точки зрения работает ли дизайн на донесение основной мысли слайда. То есть всегда, когда мы говорим про привлекательность, про какие-то такие элементы, мы смотрим, работают ли они на смысл или не работают, а значит не нужны. И еще один пример. Точно так же на слайде малая информация. Вот, пожалуйста, разные цвета. Вот есть какое-то нестандартное расположение элементов. Хорошо это или плохо. Нравится вам или не нравится. Учитывая саму тему презентации, учитывая саму тему слайда, то, что показано на экране, работает на донесение основной мысли. Хорошо, плохо. Вот видите, мнение очень сильно в этом плане расходится. Так, давайте посмотрим на него по-другому. С точки зрения структуры понятно ли о чем? Вот, с точки зрения расположения блоков, то есть структура слайда понятна? Дальше смотрим на информативность. Масштаб, размер имеет значение. Информативен? И потом уже говорим ужас, ужас, мне не нравится. вот видите, понятно о чем, понятно о чем, но мне не нравится. Всегда ловите себя на вот этой вот мысли. С точки зрения привлекательности слайда мы оцениваем шрифты, типографику, цветовую палитру и иллюстрации. Понятно, но главные слова выглядят крупнее, чем размер. Когда скачаете презентацию, можете попробовать повторить этот слайд и поэкспериментировать. По-разному повертеть, попробовать заменить картинку, попробовать заменить шрифты. Это на самом деле очень хорошее упражнение, но про упражнение немного позже. Итак, привлекательность. Шрифт, цвет, иллюстрации. Слайд, который я хочу показать с точки зрения примера и на его основе показать прямо вот, как я думаю, когда смотрю на слайд. То есть сейчас это вот именно мои мысли. Да, презентация в PDF и сама презентация, которая взял слайд, мне когда-то досталась в PDF, поэтому только руками пересобрать полностью этот слайд. Значит, на этой презентации здесь есть и клон-титулы, и иллюстрации, и цвета, и шрифты. Я, предположим, оценила его с точки зрения уже структуры, с точки зрения информативности, и сейчас оцениваю только его дизайн. Давайте мы не будем думать о том, что слишком много графиков на одном слайде, не будем думать о том, как сформулированы заголовки, то есть оцениваем только вот те три показателя. Первое, оцениваю шрифт. Вот сейчас, предположим, я со слайда убрала все, кроме текста, и на самом деле должны еще остаться цифры. То есть я смотрю только на сам по себе шрифт. Сам шрифт, в принципе, без засечек, да, это как раз гротеск, который хорошо смотрится на экранах, но тексты написаны практически полностью капсом, полностью заглавными буквами, и это, конечно, очень сильно мешает. Он не заужен, он сам по себе такой и есть, То есть я могу сказать, что в данном случае шрифт подобран удачно, но неудачно использовано его начертание. Нельзя было писать такой объем текста заглавными буквами. Теперь я мысленно убираю со слайда все, кроме цвета, и оставляю только вот такую цветовую палитру. Вот когда смотришь на слайд с собранными дополнительными элементами, я теперь вижу, что в инфографике использованы градиенты, что тут даже не просто чистый оранжевый шрифт, а все столбики немного светлее сверху. То есть я могу сказать, что здесь использованы даже не четыре шрифта, а несколько больше, потому что использованы дополнительные оттенки. И хотя шрифты между собой, цвета между собой контрастные, сами по себе яркие и выразительные, с моей точки зрения это перебор. Я могу сказать, что слишком много цветов, которые к тому же все контрастны между собой. Ну и да, вопрос, почему графики разного цвета, он был бы логичен, если бы все желтые говорили о чем-то одном, все красные о чем-то другом, или условно говоря, все желтые были в процентах, все красные были в абсолютных значениях. Вот видите, сколько вопросов появляется, когда мы начинаем смотреть только на один цвет. И лучше даже не больше трех цветов, использовать контрастные цвета и к ним цвета без контраста, какие-то дополнительные оттенки. То есть слишком много контраста в цветах тоже быть не должно. И теперь я убираю все, оставляя только иллюстрации, только картинки. Да, вот маленькая какая-то веточка в левом нижнем углу и небольшая картинка в правом верхнем углу. Ну да, окей, они вроде бы в одном стиле, вроде бы между собой гармоничны, но зачем они здесь? Если я их уберу с этого слайда, ничего не изменится. Таким образом, когда я анализирую слайд, я могу сказать, что удачно подобран шрифт, но нельзя использовать такое большое количество капсул на одном слайде. Цвета надо сделать менее контрастными, а от иллюстрации лучше избавиться полностью. То есть теперь я могу сказать не просто мне этот слайд не нравится, а могу аргументированно объяснить, потому что у меня уже есть какой-то определенный уровень насмотренности, и я могу сказать, вот конкретно это хорошо, а это конкретно плохо. Они не особо мешают, я согласна, как бы это сделано для того, чтобы сквозное оформление презентации какое-то было, но из-за дополнения вот этих картинок остальное в слайд приходится просто тискивать. Особенно вот эта веточка в левом нижнем углу, которая мешает колон-титулу, она прям совсем не уместна. Еще раз возвращаясь к вопросу, является ли этот слайд привлекательным? Элементы должны между собой сочетаться, и что касается шрифтов, которых тоже, в принципе, лучше не больше трех, и только два из них должны быть контрастные. И что касается цветов, где тоже лучше использовать небольшое количество контраста, они должны между собой гармонировать, и при этом главное работать на раскрытии смысла изображения. Веточка привлекательна, но она мешает, понимаете? Она мешает аккуратно расположить текст. И в данном случае я могу сказать, что на раскрытии основной темы в данном слайде дизайн не работает. Цвета запутывают зрителя и не дают ему четко считать графики. Шрифты сами по себе строгие и не отвлекают, но вот про капс мы уже говорили. То есть я могу сказать, что с точки зрения дизайна этот сайт неудачный, и вот почему и весь дизайн не работает на раскрытии основной темы. Теряется. Опять же, видите, слово теряется, это наше субъективное впечатление, а вот так по пунктам мы можем разложить и объяснить, что именно нам нравится и не нравится. И вот теперь я предлагаю вернуться к тем слайдам, которые я показывала вам в самом начале. Вы писали, мне нравится слева слайд, мне нравится слайд справа, а теперь давайте разберем их как раз вот по тому алгоритму, который я вам показала с точки зрения структуры, информативности и привлекательности. Мне нравится слайд, например, с точки зрения структуры слайд слева лучше, с точки зрения привлекательности слайд справа лучше. Не просто слева и справа, а вот именно с точки зрения структуры. То есть с точки зрения структуры, какой слайд лучше и вообще лучше ли какой-то из них. В структуре справа. Потому что структура – это у нас блоки. Когда мы отдаляемся, не вчитывается в текст, мы по структуре можем сказать, о чем сам слайд. И по структуре он лучше, потому что меньше элементов, и их проще аккуратнее расположить. Чем меньше элементов, тем проще, конечно, создать какую-то удачную структуру. Заголовок с точки зрения информативности. Заголовок справа удачнее. Текст проще воспринимается, когда он справа от картинки. Это, опять же, информативность и паттерн чтения. Совершенно верно. Когда мы слева ставим какую-то картинку, мы плевчаем вхождение в F-паттерн, переход от сканирования к чтению. Когда мы ставим картинку справа, у нас глаз колесит по строчкам и натыкается на картинку. И картинка как будто даже съедает те крохи внимания, которые аудитория может уделить. То есть тут я согласна, что с точки зрения информативности слайд справа лучше. И, наконец, с точки зрения привлекательности. Привлекательность – это шрифт, это цвета и иллюстрации. Если не видно то, что происходит на экране, попробуйте перезагрузить вкладку браузера. Справа текст не выровнен. Не выровнен по какому именно параметру? По левому краю, по-моему, он выровнен с отступами довольно аккуратно. По структуре и заголовку. Картинка справа лучше, но по привлекательности слева. Правый слайд удачнее. По шрифту. Шрифт и там, и там, в принципе, подобран нормально сам по себе. Я могу придраться к дефисам и тире, но это уже на самом деле мелочи. Так. Мы раньше говорили, что то, что важнее, то располагаем слева. Картинка важнее слева картинка. Да, это при Z-паттерне, когда мы идем с левого верхнего угла, левый нижний угол, потом правый верхний угол, правый нижний угол, тогда получается, что левая часть слайда у нас на самом деле важнее. Но сейчас вот этот вот такой Z-паттерн, его все сложнее и сложнее использовать, потому что люди переходят на слоистые и пятнистые паттерны. То есть то, как верстаются сайты, а большую часть времени мы проводим на сайтах, на социальных сетях и поневоле начинаем использовать их паттерны чтения. А они используют паттерны слоистые и пятнистые. И они используют как раз вот эти вот картинки как триггеры. И мы начинаем воспринимать картинки, особенно несмысловые, вот здесь, ну подумаешь, котик, да, это несмысловая картинка. Мы начинаем воспринимать ее как эмоциональный крючок, а не как отдельное самостоятельное изображение. Я думаю, что дальнейшие исследования уже много лет как расследования того, как люди читают в интернете, как раз будут все больше и больше показывать, что иллюстрации, вот такие вот привычные нам иллюстрации, перестают вообще играть какую-то смысловую роль. И человека будет тяжело заставить не только читать то, что на слайде, но и тяжело будет заставить рассматривать то, что на слайде. Так, пролистая чатик назад, а справа шрифт читается лучше из-за яркости, согласна, что цвет шрифта недостаточно контрастный слева. Первый слайд лучше, но картинка не к месту, текст дублирует заголовок, но в целом понятен. Левый слайд ужасен, зачем этот вопрос, зачем сделан этот слайд, отлично, я запомню, мне нравится ваш разбор этого слайда. Вот видите, теперь мы уже не просто говорим нравится, не нравится, но и можем что-то объяснить. Давайте вот на этом примере, вы говорили справа лучшее, почему? С точки зрения структуры, да, если мы посмотрим с точки зрения структуры, эти слайды в принципе одинаковы. Есть картинка, на нее наложен текст в одну или в две строчки, выровнен по центру экрана. То есть по структуре они считываются одинаково. Это заголовки раздела. С точки зрения информативности, какой слайд лучше? Картинка отражает суть заголовка, это уже у нас идет на привлекательность. Не загруженный, справа выделенный заголовок, слева читается лучше. Смотрите, с точки зрения информативности, да, с точки зрения текста, он более лаконичен, он называет то, о чем будет дальше. А слева заголовок смысловой, он идет от глагола, он призывает к действию, говорит, сделайте. Вообще, если говорить именно про сторителлинг, да, если говорить про то, как сейчас рассказывается история, то слева, конечно, заголовок лучше. Он идет от глагола, он называет конкретные действия, справа заголовок слишком простой. Но это если говорить с точки зрения сторителлинга. Если говорить с точки зрения структуры презентации, если, например, человек просматривает ее самостоятельно, проще искать раздел, который назван в одно-два слова. Справа акцентирован смысл, картинка поддерживает тему, есть контраст, но он гармонично воспринимается глазом. Все, уже не абстрактно, нравится, не нравится. Мы уже можем сказать, картинка поддерживает лучше. Я согласна, слева картинка не очень удачная, она слишком пестрое отвлекает внимание. Есть согласованность между картинкой и темой. И сама по себе лаконичность, я думаю, работает очень и очень хорошо в этом случае. Так, вот эти я немножко поменяла. У нас там был Антон и Собачка, но я поменяла на этот пример слайда. Давайте оценим точно так же. Структура, информативность и привлекательность. Если я пропала, нужно перезагрузить вкладку. Правый лучше, правый лучше. Почему? По структуре. Какой слайд более понятный по структуре? Количество элементов. Слева идет схема, в которой шесть разных элементов. Оно немножко сложнее воспринимается. По структуре правый кажется проще, хотя тоже не самым лучшим образом. Кто-то пишет, что наоборот, по структуре лучше левый. Почему? Потому что заголовки. Если мы можем левый воспринимать полностью как одну схему, то справа есть еще два туризаголовка, туризаголовок с подзаголовком, которые несколько ухудшают считывание. С моей точки зрения, по структуре неудачный ни тот, ни другой вариант. По информативности правый пишут лучше. Опять же, меньше текста, тоже всегда меньше ярко заметного текста. По идее, здесь можно под инфографикой написать некрупно, расписать какую-то дополнительную мысль, для того, чтобы человек мог потом сам посмотреть или написать результат какого-то исследования. То есть, в принципе, еще текста на этот слайд можно и добавить. Слева слишком цвет насыщенный, темный фон фиолетовый, красный. А у трех стрелок, рисуем правее мы передаем, очень тонкий белый контур, за счет чего они становятся невидны. Это с точки зрения привлекательности. По привлекательности левый лучше, правый лучше, визуализация информации. То есть, в данном случае мы можем уже разобрать и сказать, например, один лучше, либо оба слайда не очень удачны. Я понимаю, что в правом слайде, например, серый и зеленый – это цвета корпоративные, поэтому они сами по себе подобраны. Но мне, например, с точки зрения дизайна, кажется тоже не самым хорошим вариантом. Я понимаю, подумав, я понимаю, почему все посетители хотят обратиться, написанные с разной насыщенностью шрифта, но мне для этого нужно время. С первого взгляда я воспринимаю, например, это как ошибку дизайнера, который выбрал разную жирность шрифта. Всех посетителей нужно обвести скобкой. Слишком затошно буду думать, зеленый – это отдельный или из общей массы. Да-да-да. Я понимаю, что поэтому хотят обратиться. Написано меньше, что это типа часть внутри всех посетителей, но мне для этого нужно посидеть и подумать. С первого взгляда не читая. А меньшее количество шрифтов, да, кажется более привлекательным, но не всегда это работает. Так. Правые вроде бы понятнее. Подписи человечков надо было сделать, согласна. Без подписи это прям больно изучать. Черный шрифт сделать серым, либо снабжать легендой, иконками людей. Левый сложнее, но непонятна сама структура. А непонятна структура, я считаю, что неудачно, да, не видно, рисуем, правим, передаем, что они стрелками. И поэтому структура сбивается. И то, что рисуем, правим, передаем, черные, они сливаются с черным фоном. Вот это все, конечно, сильно-сильно ломает. Так, справа не пущу ли будет смотреться, если заголовок сверху будет зеленым, только над зелеными человечками. Так. Я вижу, что вы перешли уже буквально к следующей части. Вы изучаете упражнения на развитие насмотренности. Потому что то, о чем вы сейчас говорите, то, что сейчас вы предлагаете, это одно из лучших упражнений, которые я могу предложить. Это упражнения по редизайну тех слайдов, которые вы считаете неудачными. Вообще, для того, чтобы развивать насмотренность, я могу дать вот три основных, три базовых совета. В первую очередь нужно собирать библиотеку слайдов. Иногда мы отмечаем, да, это вот удачная презентация, да, это хороший слайд, но потом мы его никуда себе не сохраняем, и со временем удачные примеры теряются. И насмотренность таким образом развивается намного медленнее. Куда лучше, если вы будете собирать? Ну, вот просто десяток, сотню для экстремалов наиболее удачных слайдов хранить в одном месте, чтобы вы могли в любой момент бросить на них взгляд, вспомнить, какие вы считали удачными, какие считали неудачными. Неудачные слайды тоже хорошо бы, конечно, собирать. И тем самым свою насмотренность поддерживать в актуальном состоянии. К тому же с ростом вашей насмотренности, с ростом вашего визуального опыта вы будете повышать свой уровень нормы, и те слайды, которые раньше вам казались приемлемы, вы поймете, что они тоже достаточно неудачны сами по себе. Следующий совет, который я могу дать, это сравнивать два слайда между собой. То упражнение, которое мы делали на протяжении всего вебинара. Смотрели на два слайда, оценивали их субъективно, оценивали их по определенным критериям. То есть не просто нравится, не нравится, а писать прямо для себя список критериев, и по этим критериям каждый слайд оценивать. Это на самом деле очень хорошее упражнение. И чем слайды между собой более похожи, то есть слайды перебивки, слайды заголовки, слайды с большим объемом текста, тем проще находить как раз вот эти вот нюансы, какие-то мелкие-мелкие отличия, которые делают слайд в плане дизайна удачным или наоборот не очень визуально хорошим решением. То есть вот два варианта, да, и тот, и тот слайд сам по себе хорош, но они хороши по-разному. И если слайды неудачны, они тоже неудачны по-разному. И надо вот как раз эту разницу видеть. Похоже, конечно, на игру, на эти 10 отличий, можете как раз сделать подобное учебное пособие. И, наконец, то, о чем вы говорите последние несколько минут, это редизайн слайда. Вы ищите способы, как неудачный слайд превратить в слайд удачный. Найдите какой-то пример, который вот так вот вызывает у вас просто сразу визуальные страдания. То есть не пытайтесь сделать редизайн у прям хорошего слайда, который вам чем-то нравится. Возьмите тот, который прям с вашей точки зрения ужас-ужас. И попробуйте изменить, может быть, какие-то отдельные элементы, может быть, весь слайд целиком, попробовать разные варианты, может быть, поменять и вернуться к этому эксперименту через некоторое время и подумать, как бы сделали вы редизайн уже на этот раз. То есть шаг за шагом, раз за разом, потихоньку, полегоньку, развивайте свою насмотренность, ищите способы сделать слайды более удачными. Вот, в принципе, все, что я хотела рассказать на эту тему. Про упражнения на развитие насмотренности мы поговорим еще 10 марта, когда я буду рассказывать, как научить ваших студентов, школьников, вашу аудиторию делать уже самим презентацию. А до этого пройдет еще несколько вебинаров. Следующий состоится 17 февраля, и он будет посвящен теме мультимедиа в PowerPoint, какие мультимедиа в формате PowerPoint поддерживать, как с ними лучше всего работать, и как с их помощью сделать вашу презентацию еще более интересной и запоминающейся. Я с вами прощаюсь. Передаю слово Татьяне Викторовне. Если какие-то вопросы еще возникнут, я отвечу на них в чате. Продолжение следует... Продолжение следует...